Привет, народ! Сегодня замечательная солнечная погода и я надеюсь, что меня замечательно видно ничего не отсвечивает и не бликует и точно так же надеюсь, что меня замечательно слышно Сегодня я хотела снять небольшое видео можно сказать, что по запросу потому что были комментарии на эту тему хотя я на своем канале не планировала снимать видео по запросу, но мне кажется, что для разнообразия это неплохая идея и сегодня будет видео о наших комнатных растениях просили, скажем так, показать и рассказать, что у нас есть и давайте к этому приступим так, и снимать буду в разных комнатах потому что в разных комнатах разные цветы их достаточно много и они совершенно из разных категорий в моей комнате, скажем так, в моей спальне всего два комнатных цветка вот вы их видите честно говоря, вот этот понятия не имею как называется я даже не помню, где я взяла отросток уже много лет он у меня мне он понравился тем, что у него с обратной стороны листья такого свекольного цвета такого темно-сиреневого бордово-сиреневого а снаружи он вот такой вот темно-зеленый кстати, надо будет его помыть после зимы он какой-то запыленный вот и вот такая вот бордовая кислица или зайчья трава точно не помню, как это по-научному называется ну вот такой вот красненький у меня был еще зеленый они очень красиво цветут ну не знаю, как бы если кто знает вообще, что это за растение и как оно цветет я не знаю, как вам но мне безумно нравятся их цветочки и у меня был еще такой же зеленого цвета но, к сожалению, он погиб и так случилось, что зеленый у меня брали как бы отростки и мой куст погиб а у того человека, который брал у него разросся но, к сожалению, контакты потеряны с этим человеком поэтому взять у него отросток обратно уже не получится ну вот у меня такой бордовый он мне тоже безумно нравится у него очень интересные такие как бы листики пестрые вот и вот сейчас он зимой тоже загибался и сейчас немножко отошел я думала, что он не вернется к росту но вот слава богу уж очень я его люблю подумываю пересадить но пока не знаю, как может быть, чуть попозже и пойдемте в другие комнаты итак, мы во второй комнате где, собственно, ведется ремонт и где я планирую еще никак до этого не дойду но все еще в планах сделать свою мастерскую вот этот самый большой цветок в огромном горшке я его поставила повыше из-за котят потому что они его весь просто обгрызли как называется, я не знаю честно говоря ну, это мама заводила но, в принципе, цветок красивый неприхотливый можно практически его не поливать ну, редко поливать раз там в неделю, раз в две недели он вполне этим доволен вот, такой большой вот такие листики у него в общем, симпатичный такой довольно-таки так котейки ко мне пристают и вот переходим к окну значит, начну с этой стороны поскольку здесь все-таки цветы такого же типа значит, вот этот цветок это, он стоял раньше в моей комнате в спальне то есть вы посмотрите на эту морду так, вот этот цветок стоял о чем я говорила? значит, как называется тоже, к сожалению, не знаю но он мне безумно понравился тоже его где-то взяла отростком не помню, где именно но где-то оторвала возможно, на какой-то работе но это уже много лет прошло он у меня уже, не знаю больше 5-6, может 7 лет и он мне очень нравится такой густой и красиво как бы красиво растет не знаю, как вам показать у него тоже как бы листья с такими эффектами то есть, есть пятнышки какие-то, полосочки но, возможно, что это недостаток питания какого-то потому что раньше у него просто были зеленые листики вот но, в принципе, это симпатично выглядит вот такой, в общем, цветок я его тоже думаю пересадить потому что ему стало тесновато в горшке он очень разросся вот дальше у нас крокодильчик я называю его но, тоже точно не знаю название я думаю, что многие их знают они вот такие вот он не колючий он просто немножечко шершавенький такой вот такая елочка и третий цветок который просто цветок не обращайте внимания на фон это котята это, по-моему, называется тещин язык хотя тоже не могу гарантировать название точного то есть, ну, не знаю как называется его мне кто-то отдал то есть ну, они выбрасывали и я взяла возможно что мне его отдали на дару даре тоже много лет назад ну, точно не скажу не знаю точно вот и дальше у нас пошли уже глоксинии собственно так и дальше одна котейка меня просто преследует я босиком и она лижет мне ноги так так и дальше у нас пойдут глоксинии теплый привет мариночке значит это у нас шесть баночек шесть стаканчиков молодых и три будет уже взрослых кустика в конце я покажу которые у нас уже много лет вот и, значит как вы видите прозимовало не очень хорошо то есть здесь кустик погиб этот кустик вот растет значит дальше тоже кустик погиб кустик вроде бы растет вроде бы проснулся но пока он довольно как сказать такой хиленький и щупленький и по сравнению с соседними двумя он какой-то уж очень мягкий и не уверена что он выживет и дальше два кустика они тоже еще только-только пошли только проснулись и в общем-то более-менее но только-только просыпаются что как бы в принципе для них нормально вот то есть примерно вот в таком состоянии либо вот в таком состоянии они в данный период времени должны находиться так почему именно в таком состоянии ну мама не разводит их уже очень давно и я вставлю ссылку где-нибудь в уголок как они у нас свели в прошлом году было коротенькое видео но очень красиво прям завораживающе вот почему особенность да почему они только просыпаются дело в том что на зиму они самостоятельно как бы сбрасывают всю листву скажем так ну как сбрасывают не как деревья сбрасывают а у них просто отмирает верхняя часть и корневища луковица они уходят в спячку вот то есть растение ну как горшочек с луковицей ну это не совсем луковица это такая луковица тире корневища нужно поместить в темную коробку но при этом вентилируемую и чтобы как бы была циркуляция воздуха но при этом комнатной температуры воздух вот и поставить это все дело куда-то где нет солнца то есть можно ни в коем случае не на балкон то есть это должно быть при комнатной температуре и вот где-то это происходит наверное с октября по ну март включительно то есть в марте нужно уже заглядывать в коробочку если луковицы начинают просыпаться их нужно доставать и уже выставлять на подоконник вот так что такая особенность у них если вот Марина просто у тебя видела да вот этот цветок и я так поняла что он у тебя стоял на подоконнике и зимой тоже это не очень как бы хорошо для глоксений то есть если позволять цветку продолжать рост в зимний период времени и ну не убирать его в темноту то есть как бы позволять ему круглогодично произрастать и давать какие-то соцветия то есть вот у тебя сейчас он есть бутон и это не очень хорошо с этим уже ничего не сделаешь поэтому нужно дать ему подсвести а вообще в дальнейшем то есть если глоксинию не убирать на зиму в темный какой-то уголок то через год можно растение просто потерять но это как бы совет такой для заводчиков скажем так этих растений потому что мы как бы их ну не то что разводим мы вот их имеем да ради их красоты ради цветения то что у меня мама их фотографирует там хвастается перед какими-то другими женщинами на работе там или на даче у которых тоже есть эти цветы вот это прям какое-то супер соревнование там у кого цветы круче вот поэтому если вы хотите разводить их с целью именно цветения то их нужно на зиму убирать на сон вот и давайте дальше перейдем это уже более старые скажем так кусты и вот они не самым лучшим образом выглядят вот этот более-менее но у него верхушечка подвяла и не знаю моим вечером скажу надо будет посмотреть может быть отрезать какие-то старые вот эти засохшие части второй кустик уже довольно крупный он проснулся раньше всех и разделился на три части так что наверное будет обидно цвести и третий он не очень хорошо себя чувствует я бы даже сказала не то что не очень хорошо основной ствол он как-то завялился и уже засыхает но от корня пошел маленький росточек надеюсь что возобновится вот в общем вот так пока выглядят глаксини и пойдемте с вами дальше так и дальше мы попадаем в мамину комнату цвета святых сюда кошкам запрещено потому что цветов очень много и она над ними прям трясется значит первая это вот такая вот пальма я ее называю вот но у нее научное название какое-то знаете очень такое эротическое точно не скажу вам как называется не помню но если вы знаете то напишите в комментариях это он сейчас только-только раскрылся тут их вон прям очень много в одном этом самом кстати если нужны нужен такой цветочек то напишите в принципе договоримся потому что их очень ну как бы они быстро размножаются и это он еще не в самом своем раскрытом состоянии то есть я думаю что вы понимаете что он только-только начал раскрываться и наверное не знаю покажу может быть вам если вы не знаете как он выглядит уже в полном своем расцвете то покажу вам уже когда он распустится через там пару месяцев и это еще не все так переходим сюда тут у нас наравне с рассадой еще также стоят фиалки которые мама просто обожает их очень у нас много и это только малая толика когда мы с вами переместимся на кухню вы увидите весь этот объем значит я просто покажу я ничего рассказывать не буду потому что название я все равно не знаю просто посмотрим картинки цветочки красивые а то что Здесь вот на одном этом стеллаже Стоит еще рассада Земляники И циния Здесь с анютиными глазками И вот здесь тоже должна быть земляника Но видите она не очень как-то Двигаемся дальше Это все фиалки И еще один цветок Тоже понятия не имею как называется Он вот такими вот палочками Веточками Растет Так ну и передвигаемся с вами на кухню И покажу уже основную массу цветов С преимущественно фиалок Пошли Ну вот мы и на кухне Не обращайте внимания на старые букеты Это защита от Алиски То есть она залезает на стол И потом лезет на все это Благодать Так ну и начнем мы собственно с цветов Я мельком сейчас покажу Что здесь еще стоит рассада На столе И вот здесь вот На свиньях Собственно Так Давайте наверное начнем справа Потому что будем перемещаться на стену Там тоже есть цветы Это тоже все фиалки То что не фиалки Я вам Отдельно буду Показывать Рассказывать В контейнерах тоже фиалки Это как бы мини парниковый эффект То есть там размножаются листики Вот Тут как бы такой стеллаж И на нем стоят молодые растения Которые еще не цвели И пока мы даже не знаем Какого они должны быть цвета Вот Как бы так То есть такие размноженные кустики Вот тут вот Не знаю будет ли видно Так как освещение В окно А извне освещения нет И вот тут наверху тоже Какая-то рассада То ли земляники То ли чего-то такого Это там мама съела Вот И давайте перемещаемся дальше Левее Потому что растений Очень много Еще на стене Так Здесь у нас тоже Какие-то размножаются Фиалки Какие-то цветут Какие-то не цветут Пока еще То есть в каком-то Сонном состоянии Находятся Вот Какие-то реанимируются Пытаются Под парниковым эффектом Что-то тут В воде размножается Там Вот еще одна Глоксиня Поздняя Так сказать Распустилась Как совсем Припозднилась уже Так Еще есть Вот это Вот то Что я вам показывала Пальма Это поздняя Пальма И еще куча Деток Вот тут В пакетике Вот Это что касается Так сказать Подоконника Дальше Перемещаемся Надеюсь Что будет Не темно Тут У меня Рассада Перцев Дальше Кошачья еда Да Значит Такая полка Самодельная На полке Тоже Это что-то Из разряда Березовых Вьюнков Тоже Понятия не имею Как они называются Но они у нас Уже больше 20 лет Вот такой Темно-зеленый С Желтыми Белыми Пятнами Они вообще Совершенно Неприхотливые Их можно Раз в месяц Поливать И они Совершенно Не против Потом Такой Совершенно Пестрый Вот он Не очень Хорошо Как бы Дает Вот эту Длину Не очень Хорошо Вьется Это Отростки В стаканчике Стоят Потом Вот этот Цветок Как-то Он называется Что-то С розой Связано Типа Восковая Роза Ну Научное Название Я не знаю Понятия Не имею Не скажу Его принес Мой брат С работы Уже тоже Очень много Лет назад Лет 15 Наверное Вот И он Цвел Только один раз То есть Буквально Через год Как он у нас Появился Он цвел Очень красиво Такой Ярко Алло Ало-розовый Такой Цветок Похожий На розочку Но не Махровую А обычную Розочку Вот И с тех пор Как бы Вот он Сколько лет И ни разу Он еще Повторно Не цвел И листики У него Как будто Чуть-чуть Восковые Что-ли То есть Он Такой Странный Немножко Вот Вот И еще Пара Растений И еще Пара Растений У нас На холодильнике Это Вот такая Березка Ну Комнатная Соответственно Вот Обычная Зеленая Тут же Вот Где-то Стоят Баночки Размножаются Опять Вот это Вот С белыми Пятнышками И еще Одна Вот там Наверху В импровизированной Березовой Коре Такой Горшок Из березовой Коры Вот В общем-то И в принципе Все Так И в общем-то Я надеюсь Что Было интересно Отключился У меня Автопарад Надеюсь Что было интересно Если какие-то Вопросы Есть Спрашивайте И Если хотите Еще каких-то Интересных Видео Пишите Я постараюсь Выполнить Ваше желание Мне кажется Это интересно Снимать По запросу Несмотря на то Что я Это не планировала Изначально На своем канале Но мне кажется Это интересно Если будут Интересные Предложения Так что Если чего-то Хочется Пишите В комментариях Под этим Видео И я Рассмотрю Все комментарии И постараюсь Может быть Что-то Интересненькое Для вас Снять В будущем Подписывайтесь Ставьте Пальчик вверх Ну Вы все знаете Что нужно делать Жду Комментарии И до новых встреч Пока-пока Продолжение следует